Всем привет, с вами Вова Ломов и Теплица социальных технологий. Итак, что можно сделать с помощью ESGIF я в принципе рассказал в предыдущем видео, а сегодня о тонкостях настрой и конвертации. В прошлом видео мы в том числе сделали гифку из картинок. Повторим, но уже с большим количеством кадров. Тут 83 картинки. Мы видим, что можно пропустить какие-то кадры, можем задать количество циклов прокрутки, оставляем пустым, чтобы крутил постоянно. Нажмем создать гифку. Тут у нас еще две галочки — это наложение эффектов. Работает, когда кадров меньше 30 штук. Идем далее. Под получившейся гифкой у нас панель для редактирования. Первая иконка — это обрезка гифки. Настраиваем рамку, отлично. Далее можно задать стандартные параметры соотношения рамки, но мы уже настроили, пропускаем. Следующее окно — обрезать. Тут оставляю предложенный вариант, так как разницы на первый взгляд не видно. Последняя галочка — подрезает пиксели на гифки по краям. Гифка маленькая, тут не видно, пропускаем. Нажимаем обрезать. Итог — обрезанная гифка стала легче. Следующий метод редактирования — изменение размера. Выставляем сколько пикселей по ширине, по высоте. Ниже он пишет на сколько процентов получившаяся гифка уменьшится по сравнению с исходной. Первое окошко снизу отвечает за качество обработки, а второе — за то, как обрезать или растянуть гифку, если соотношение сторон не совпадает. Нажимаем изменить размер. Ок. Размер изменен. Переходим к следующему виду редактирования — поворот. Тут все очень просто — ставим галочку, куда нам повернуть и нажимаем принять. Далее идет оптимизация. Тут есть несколько вариантов, как оптимизировать нашу гифку. Стандартно он предлагает снизить качество. Снижаем и видим, что вес гифки упал на 35%. Двигая ползунок от 5 до 200 мы выставляем, насколько сильно будет потеря качества. 5 — это минимальные потери, 200 — максимальные. Также мы можем выбрать другие варианты снижения веса гифки. Первые три варианта за счет уменьшения количества цветов. Стандартно их 256. Далее 4 штуки за счет удаления каких-то кадров. Потом метод, который мы только что оптимизировали. Следующий вид за счет увеличения прозрачности. Это больше для АПНГ подойдет. И последнее — объединение кадров. Ладно, идем дальше. И тут у нас функция обратного проигрывания. В ней вариантов настроек немного, я выберу просто в обратном направлении. Ставим реверс. Соглашаемся. Гифка начинает проигрываться с конца. Что называется цыганские эффекты, но иногда, наверное, может быть востребована. Или вот, третий вариант. Соглашаемся. И анимация будет проигрываться сначала до конца, а потом от конца в начало. Тоже относится к цыганским эффектам, но само наличие функции достаточно забавно. Переходим во вкладку эффекты. Здесь у нас предлагается много различных вариантов. Я их, конечно, все разбирать не буду, но перейдем, например, во вкладку ускорения. Я поставил изменение цвета. Соглашаемся и получаем вот такую историю. Или попробуем другой фильтр. И повернуть. Соглашаемся. И получаем вот такую историю. Ускоряемся. Здесь ставим сколько процентов от стандартной скорости нашего гиф. Принимаем изменения. Видим, что гифка ускорилась. Кстати, смотрится интереснее. Что у нас далее? А далее текст. Выбираем кадр, с какого начать. Пишем текст. Можем поставить на каком кадре текст убрать и естественно отредактировать. Создаем. Теперь гифка с текстом. Следующее, что мы можем, это добавить цензуру. Цензура – это хорошо. Цензура заставляет автора выкручиваться, то есть полирует его творческие замыслы. Выставляем параметры рамки. Жмем Set. Теперь можно отрегулировать вручную. Применяем. Героиню не видно. Дело сделано. Overlay – функция, с помощью которой на гифку мы можем наложить картинку или водяной знак. Выбираем картинку. Форматы только png.gif.jpg. Загружаем. Размещаем там, где нам удобно. И генерируем. Не буду задерживаться, а перейдем к функции Cut. С помощью функции Cut мы обрезаем гифку либо по кадрам, либо по времени. Я обрежу по кадрам, например, минус первые 30 кадров. В принципе об этом я рассказывал, как и о том, как разбить гифку на кадры. Ну а тут мы зайдем во вторую вкладку. Выбираем наш гиф. Загружаем. Тут мы создаем спрайт-лист. Эта функция нужна, чтобы в одном файле хранить раскадровку. Неплохая функция, может пригодиться анимателю. Ну а сам есть гиф может пригодиться кому угодно. Полезная вещь – осталось научиться рисовать и шедевральные стикеры собственного изготовления у вас в кармане. Нужно ли оно вам – решайте сами. Все любите друг друга. Мне кажется, оно вам нужно, как и любое другое свободное творчество. Подписывайтесь на наш канал, оставляйте вопросы в комментариях к этому видео и пишите нам о том, что еще вы хотели бы узнать в Теплице социальных технологий.